Работаю как лошадь. Бегаю, хлопачу, выпрашиваю, выспрашиваю, выпрашиваю, очаровываю. Имя великой, неповторимой, легендарной Фаины Раневской знакомо каждому. Но мало кому известно, что именно в Симферополе на афишах вместо Фаины Фельдман впервые появилась Фаина Раневская. Вот на эту сцену выходила еще совсем молодая актриса Фаина Раневская. В то время сложно было предположить, что спустя десятилетия она станет одной из великих актрис 20 века. В Крым Фаина приехала в 1918 году вместе с актрисой Павла Ивульф из Ростова. Именно роли в спектаклях на сцене Симферопольского театра определили будущее амплуа актрисы. Открылся сезон спектаклем «Ревизор», а одной из следующих премьер был спектакль «Вишневый сад», в котором, конечно же, в главной роли блистала Павла Леонтьевна Вульф, а Шарлотту играла ее ученица Фаина Фельдман. Вот вскоре после этого она как раз и берет псевдоним «Раневская». Эта роль определила будущее одной из главных тем в творчестве актрисы. Это тему одиночества и душевной непрекаянности. Совсем небольшой уголок в театре имени Горького отведен воспоминанием о Фаине Раневской. Афиши спектаклей, фотографии молодой актрисы, мемуары Павла Вульф. Сохранился и дом, в котором она жила в Симферополе. Пять лет в Крыму стали для Раневской самыми жуткими. Пять минут эти неспешным шагом от здания на улице Самокиша к театру. Но этот маршрут будущей актрисе запомнился на всю жизнь. В своих воспоминаниях она так описывает дорогу. По дороге умершая, а пухшая – умирающая. Это был страшный период в истории Крыма. Бушевала гражданская война, власти постоянно менялись, эпидемии тифа и холеры уносили ежедневно сотни жизней. Театр не отапливался, актеры болели, голодали, но не прекращали выступать. По возможности им старался помочь поэт Максимилиан Волошин. Он некоторое время был членом художественного совета театра и очень опекал вульфию Раневскую. Он их подкармливал, насколько это было в его силах. Волошин приносил хамсу, которую жарили на касторовом масле. Это издавало страшный запах. Раневская убегала в соседний двор. Крымский период закончился для Раневской в 1923 году. Из Симферополя она с трупой отправилась в Казань. В своем дневнике Раневская вспоминала Крым 20-х годов как один из самых особенных периодов своей жизни. Страшное, неповторимое, красивое время. Ольга Литвиненко, Руслан Хохлов. Утро нового дня.